Всем привет, друзья! Вы слушаете SD-Cast, подкаст о разработке по его окрестностях. Сегодня у нас небольшой юбилейчик, такой 20-й выпуск, и поэтому у меня в гостях не один, а целых два гостя. Это Кость Иосипов, разработчик Тарантул в компании Mail.ru. Кость, привет! Привет! И Алексей Рыбак, глава разработки в компании Badoo. Лёш, привет! Привет! Вот такой необычный состав. Сегодня мы планируем поговорить на разные темы, обсудить вопросы баз данных, нооскейл и так далее, и общие архитектурные вопросы, построение информационных систем и так далее. Ну что, начнём? Давайте начнём. Конечно, давайте. Ну, вначале у меня маленькая такая традиция есть, я обычно у всех гостей спрашиваю, как они попали в IT, и как они вообще пришли в этот страшный мир байтов и битов. Кость, ты вообще, как у тебя сложилось с этим? Подступил на ВМК в далёком 96-м году, и там уже дальше было без вариантов. Лишь образование испортило. Понятно. Ну, в общем, ты как бы, так сказать, с детства уже знал, куда ты, в какую область метишь. Да, я отчётливо понял. 91-92 год в ДНХ, и там мы приехали с дискетами, чтобы нам записали несколько игр, и там нам сказали, типа, чуваки, у вас X86, ну, XT-компьютер, это слишком старый, нужно минимум 286-й, сейчас уже у всех 286-е. Вот, и нам записали буквально пару игр тогда, там, «Поле чудес», ещё парочку. Да, я помню. Вот, и мы с этим поехали домой, то есть, ну, так получилось, что давно общаюсь с компьютерами. Ну, понятно, ладно, сейчас ты нам расскажешь ещё про MySQL и по-прочее. Лёш, а у тебя как сложилось, так сказать, развитие? Ну, чуть длиннее это всё заняло, то есть, в школе я не любил программирование, я поступил на физический факультет МГУ, и решил никуда не выезжать, и, в общем, тоже было без вариантов после этого решения. Ну, если оставаться в чём-то, чему учили в институте, и при этом не ехать, продолжать карьеру в Европу или в Штаты, вот, это если так совсем вкратце. Но, на самом деле, на физфаке, как ни странно, в некоторых местах учили и программировать, и диплом у меня был, вычислительные методы, вот, но, конечно, после того, как пришлось полностью поменять профессию, и программирование пришлось учиться заново. То, как учат в институтах, и на что идёт вкус, и то, что реально нужно, это две большие разницы. Ну, это известно, да. А вот ещё, кстати, Смай, у тебя там специальность такая, вообще, вычислительные методы, то есть, ты вот попал в итоге в ВЭП, да, вот, тоже интересно, как ты вообще? История была очень простая. Мы пили пиво с моим другом, и он сказал, вот, ухожу с работы, а он работал ВЭП-мастером. А я как раз думал, что надо бы вообще начать как-то зарабатывать деньги. Я только-только поступил в аспирантуру, вот, дело было летом, мне позвонил мой будущий шеф часов в 9 вечера или в 10. Пригласил на интервью, оно закончилось часа, наверное, в 3 ночи, вот, после второй или третьей игрушки пива я был принят на работу, и проработал целый год веб-мастером в компании K2 Capital, это маленькое информационное агентство, которое занималось освещением всяких разных финансовых, аналитических вещей. Но я там учился, то есть я помимо того, что программировал, программировал я там совсем немного, там была совершенно смешная система автоматизации опубликования новостей через специальные скрипты, которые запускались через TheBet. Знаете, такая есть, наверное, до сих пор есть. Почтовик. Почтовик, да. Вот приходило, значит, на почту e-mail, как-то там что-то вырезалось там скриптами на перле и публиковалась новость. Вот я поддерживал такую систему. То есть автоматизация у тебя, можно сказать, в крови уже с детства. Да, да, да. Помимо этого еще рисовал в фотошопе что-то, баннеры делал. То есть так вот, где-то год мне пришлось всем этим заниматься, потом уже пошел на чисто программировские позиции. Слушай, а вот как бы твои ожидания так не сильно, ты расстроился, когда там математика, думаешь, я там численные методы, да то и все, а тут тебе, значит, html-ки писать, там скриптики какие-то, типа, ууу, фу, как тут все грустно. Не было такого чувства? Как ни странно, нет. Хотя среди огромного количества моих друзей как раз такие ощущения были, но как-то у меня просто приоритеты были такие, что нужно изучить эту профессию, и это самое главное. А как бы старая профессия, ну, пригодится или нет, не знаю, но если уж хочешь строить карьеру, строить свою жизнь на чем-то другом, то придется чем-то жертвовать. Ну, понятно. Ясно. Кость, ну, давай, наверное, поговорим немножко поподробнее про MySQL, да, я знаю, так сказать, ты там занимался разработкой его вообще еще в далеких годах, когда он еще так был, я понимаю, там под крылом сана, да, где-то в те времена. До этого еще. Даже до этого. Вот расскажи, как ты вообще попал в этот проект, просто интересно, и как оно все дальше развивалось. Ну, тоже все как-то через одногруппников получалось, то есть Петя Зайцев, у нас на ВМК сначала учится в три года в одной группе, потом перетасовывает на другие гур, там по потокам. И так получился, что человек, которого, значит, знал теперь всем известный Петя Зайцев, знал меня, потому что мы учились в одной группе, он меня тоже позвал программировать на C, C++ в PyLog. Вот в PyLog очень активно использовался MySQL, и после того, как Петя из PyLog ушел в MySQL, он, ну, мы еще так и все в PyLog лично знали, Монти, и все ниши, и, в общем, первых разработчиков. Монти приезжал в Москву, мы познакомились, ну, вот, ну, значит, и после того, как мы уже были знакомы, это было, в 2002 году завязался весь этот процесс, нет, весной 2003-го. Ну, и к лету 2003-го позвали писать код, тогда это был 4.1, MySQL 4.1, вот, тоже с моим одногруппником все тем же самым, с Димой Ильневым, который до сих пор работает в MySQL, сейчас уже в Oracle. Вот, так получился, я там проработал 4.1, 5.0, 5.1 и 5.5. Ну, слушай, 5.1, там, 5.5-то вообще уже такие ветки, которые до сих пор еще активно используются, то есть, там, 5.6-то уже, там, когда пошло все это, там, в сторону Oracle и так далее. Да, 5.6-то это было, ну, 5.5 выпустили в Oracle, начали еще в Sunny, выпустили уже в Oracle, а 5.6-то чисто Oracle релиз. Понятно, ну, а расскажи немножко, как вообще это устроено там просто, то есть, просто ты, понимаешь, вот тут интересная такая ситуация, когда MySQL, с одной стороны, вроде как бы, open-source проект, но ты там работал, по сути, на фулл-тайм, да, так сказать, занимался именно вот. Да, сначала стал код, потом там была команда на фулл-тайм, но там изначально процесс был такой open-source, но и в чистом виде, потому что, как бы, Monty и David, которые основали проект, они, так или иначе, там, общались с кастомерами, с пользователями, со всеми, направляли, как-то давали какие-то задачи, и вот, когда я присоединился, уже пошел какой-то менеджмент, то есть, еще не было у нас отдельного от Monty, там, технического директора или кого-то такого, но уже были контракты, которые надо было выполнять, первый контракт был с САПом. САП там искал альтернативы, тоже, альтернативные базы данных для своего САП-Р3, и вот в этом контракте там просто нужно было, условно говоря, закодировать определенную фичу к определенному сроку, иначе, ну, САП тупо не перечислил бы деньги. Вот, все это делалось, а потом уже, там было очень много ошибок, на самом деле, то есть, параллельно со всем этим, пока я вот участвовал на том, чтобы просто компания могла зарабатывать денежки, создавался 5.0 и 5.1, то есть, это были две такие параллельные ветки, при том, что в 4.1 еще куча работы не была доделана, но потом, я не знаю, это же такая история давняя, что 5.0 вышел достаточно нестабильным, это был большой провал, у нас уволили тех Дира нового нанятого, который решил выпускать, ну, всякие такие штуки, то есть, техпроцесс он становился, на самом деле, постепенно, из просто опенсорс такого хакерского сообщества в компанию по производству программного обеспечения мы превращались, вот, и до сих пор там происходят всякие изменения интересные. Слушай, Кося, а можно я тебе перебью, а можно я тебе тут вопрос небольшой задам? А слушай, а вот ты говоришь, что компания вот растет, и там люди какие-то уходят, а было такое, что вот люди уходили, и вроде казалось, что правильно, что их увольняют, а на самом деле они отжигали что-то такое классно, что потом все локти кусали? У всех были плюсы и минусы, у нас, например, был человек, сейчас работает Хьюлит Паккард, Брайан Эйкер, и он был так называемый директор сервера, у него была такая позиция директор сервера, то есть он занимался именно управлением, разработкой МСКОВ сервера, и он сделал великую вещь, он создал команды внутри сервера, отдельно командой занималась репликацией, отдельно Engines, отдельно SQL Optimizer, отдельно еще что-то, то есть фактически до этого, условно, там была такая модель одноранговая, что все хакеры более-менее писали патчи, а Монти еще несколько основных ребят их ревьюили, он разделил это, создал, вокруг создал команды, фактически вокруг команды образовалась модульность, то есть команды стали выстраивать интерфейсы между собой, вот, и таким образом, ну вообще увеличилась и скорость разработки, и так далее, но в итоге там было множество ошибок, которые… Слушай, а я правильно понимаю, что изначально-то, как бы, в общем-то, код не был заточен по такой архитектуре, имеется там модульность, и все было в куче, а вот как раз-таки вот в этот процесс становления, он как раз-таки и вынудил разбивание все это дело на отдельные кирпичики, как-то определение интерфейсов, чтобы, скажем так, уже и на уровне кода тоже разделить, либо же как это все происходило? Ну, через поле это происходило, потому что… Ну, это понятно. Венчурные деньги и дедлайны, ну, то есть топ-менеджмент не мог нормально договориться о том, что, типа, ну, шип или не шип, то есть мы публикуем это как стабильный рейс или не публикуем, у них были споры на высшем уровне, потому что кто-то говорил, что это уже готово, и что комьюнити, типа, это все стабилизирует. У меня тут часики лежат на полке, которые там презентовали в каком-то, то есть в пятом, что ли, году участникам, на них написано, что участник 5.1 баг-ханта, то есть охоты за багами 5.1, исправлено 667 багов, вот. И эти 667 багов исправлено уже там, я не знаю, сколько, то есть в каком состоянии был 5.1, то есть, наверное, большая часть этих багов была исправлена уже после того, как 5.1 там фактически объявили как гамма, условно говоря. Вот. Вот так. То есть становление, ну, по-разному, просто тут еще экспертиза очень специфическая. Например, тестирование такого софта, чтобы оно уже к клиенту приходило стабильным, там, это достаточно серьезная штука, но достаточно сложно сделать. А в MySQL, например, юнит-тестов не было там до 2007, что ли, года. Только функциональные тесты. Вот. Потом уже с 2007 появились нагрузочные тесты. То есть комьюнити фактически вылизывало все баги из-за того, что очень активно использовался. Вот. Но на этом особо денег, с другой стороны, не заработаешь. То есть уже те клиенты, которые платят, они ожидают несколько другого уровня подхода к качеству. Слушай, ну вот это, по-моему, стандартная проблема такая, да, когда, с одной стороны, значит, есть планы и, там, значит, сроки, когда надо какие-то фичи выкатывать, чтобы они попали в разработку. А с другой стороны, если ты, как бы, в погоне за этим, ты просто неизбежно накапливаешь технический долг, когда, там, где-то все это, значит, прикручивается по-быстрому в костыль, потому что иначе мы не успеем. То есть, да, вот такая-то каша. Ну, собственно, вон, Леша, ты, наверное... Майскуэлли, в смысле, я тебя перебил, майскуэлли был не столько, делай, еще в техническом долге, хотя он тоже действительно стал накапливаться, а в том, что, ну, знаешь, есть вот классические базы данных, там такие, и программисты из классических баз данных, и веб, то есть веб, как вообще, как что-то совершенно новое. И майскуэлли имел кучу фишек, которые заточены именно под PHP, под веб, чтобы быть быстрыми, и эти фишки не надо было ломать, да, никогда. А можешь привести парочку просто примеров, что конкретно ты имеешь в виду? Быстрый коннект, да, ты имеешь в виду? Быстрый, там, Offset Limit, Клауза, который там в Козуме добавили где-то 5, может, назад 3, не знаю. Вообще, в принципе, производительность одного запроса такая заточная, то есть, допустим, большинство баз данных, они рассчитаны на Prepared Statement. То есть, ты сначала делаешь Prepare, потом Execute несколько раз. Майскуэлли, наоборот, все было заточено вообще внутри архитектуры на то, чтобы минимально создавать количество промежуточных структур данных. Ну, а Prepare – это неизбежно промежуточная структура. Ну, конечно, конечно. Ты потом ее повторно хочешь использовать. Вот, и так далее. То есть, это было рассчитано на определенную скорость работы простых запросов. Реально, он не случайно такую славу имел. А когда каких-то людей новых команд принимаешь, то они исходят из того опыта, который у них же есть. То есть, это какие-то закрытые решения, даже если у них есть опыт разработки с ОБД. И они просто не вписывались именно как архитекторы всего этого. То есть, они, грубо говоря, говорили… Ну, и, например, то, что MySum долгое время использовался, и MySum достаточно примитивный движок, попытки совместить какие-то фишки MySum с NDB, допустим, поддерживать оба движка. Это достаточно сложно, потому что один очень простой, а другой наоборот. Там и транзакции, и построчное управление локами, и не по табличное. Вот. И, ну, все это, да, приводило к таким спорам, к каше. Ну, так или иначе, все это решаемые проблемы, в том числе, можно было учитывать. И задачи для веба тоже прекрасно. Слушай, а еще расскажи поподробнее, вот какие-то, то есть, там, код-ревью вообще у вас там был? Или это тоже как-то в процессе остановилось, когда вот разбивалось на команды, как, чего все это? Нет, код-ревью было все классически open-source, то есть, изначально весь код-ревью был Monty, потом он делегировал эти задачи. Потом, то есть, каким-то наиболее крутым девелопером. Потом, когда появились вот эти команды, то внутри команды была экспертиза, то есть, каждая команда, она владела своим кодом. В делах этого кода там были ревьюеры, но ревью сохранилось, то есть, как процесс. Вот. Просто, опять же, нельзя вырастить команду такую, чтобы у нее были общие ценности, там, за три года, допустим, да? То есть, нельзя из трех человек превратиться в 30 за три года, потому что, чтобы неизбежно, ты наймешь людей, у них не будет общих ценностей. Ну, да, да, конечно. Разные самые... Ну, приоритеты какие-то, да. Приоритеты, подходы там. Кто-то больше любит классы, кто-то больше любит C, кто-то считает, что нужно использовать STL-исключение, кто-то считает, что не нужно использовать Boost, и не нужно использовать Boost. Вот такие вещи. Вот. Я помню, у нас был, значит, внутренний тред, что лучше C или C++, там, он набрал кучу-кучу-кучу ответов, и для меня тогда было шоком, когда автор, автор и на DB, Хейки Турио, он написал, что C лучше. И написал ряд таких вот причин, к чему C лучше. Сейчас я склоняюсь к тому, что C действительно лучше, то есть я... То есть все-таки с опытом, да, вот так вот приходит понимание. Я на плюсах, да, что я стараюсь больше программировать даже на C. То есть какие-то вещи, они... Так вот просто нельзя их выработать в стартапе, вот, в режиме стартапа. Это реально сообщество хакерское формируется. Понятно. Леш, ну вот ты расскажи, как ты, ты в БАДУ, насколько я знаю, тоже достаточно давно, как у вас все происходило становление, просто вот как в противовес open source такого проекта с таким вот вначале не очень понятным менеджментом и какими-то целями, да, как все происходит в другом случае? Тут вообще говоря нельзя сказать, чтобы мы в плане культуры очень сильно отличались от open source проектов, потому что никогда за историю БАДУ инженерами напрямую не рулили не инженеры. То есть так получилось, что с самого начала БАДУ все это выстраивалось вокруг именно инженеров, которые просто вместе с тем, что писали какой-то код, еще и занимаются каким-то управлением. Поэтому из мира, ну скажем так, не настолько, конечно, из мира open source, как Костя, да, но было много людей, которые в тот или иной проект вложили свой труд. Мы долго находились в состоянии, когда достаточно легко было расти функционально, я думаю, что несколько лет, что я имею в виду, с самого начала поделившись каким-то образом наращивать людей вокруг каких-то команд, было небольшое количество. И в течение какого-то времени достаточно легко именно, ну опять же, технологически, я сейчас не говорю про там кризисы роста уже организации, да, я говорю просто про инженерные вещи. Достаточно легко было именно, сейчас извини, именно почковать вокруг каких-то направлений. Потом в какой-то момент пришлось вот все те же самые вещи, там, continuous integration, тестирование и прочее, нахлобучивать как бы сверху. Это был, конечно, ад, но мы его прошли успешно. — Слушай, но вот это вот разделение, оно все-таки было обусловлено тем, что там разделение, условно говоря, там, фронт-энд, бэк-энд, там, базы данных, вот по каким-то таким технологическим направлениям, либо же именно команды с точки зрения каких-то функциональных задач. — Я могу рассказать, это очень легко. У меня, во-первых, есть достаточно долгий и подробный рассказ на эту тему, кто-то писал видео, это было, кажется, на рите. Я там рассказывал просто про кризисы роста организации на примере Баду. Мы сначала почковались так, сначала были сишники и PHP-шники, не было, конечно, никакого разделения ни на бэк-энд, ни на фронт-энд, потом в каком-то момент один из людей, который там писал бэк-энд-часть, и он же занимался версткой и JavaScript-ом, мы договорились, что он в основном будет заниматься фронт-эндом. Фактически вокруг этого человека родился потом отдел фронт-энда. Никогда базами данных отдельно никто не занимался, росли сишники, PHP-шники, сишники не сильно, до сих пор сишники совсем небольшой у нас отдел. А PHP-шники начали почковаться в какой-то момент по направлениям. Ну, например, мы стали окучивать весь мир платежными методами. Биллинг Баду, там, такой же сложный, как биллинг Скайпа. Я не просто так называю сейчас Скайп, потому что не так давно был какой-то у нас аварт даже специальный, что в одном году Скайп получил его, как самый крутой биллинг, а в следующем году получил Баду. Вот, у нас можно заплатить огромным количеством способов платежных из разных стран мира. Естественно, это все куча интеграций. И там чисто каких-то задач, связанных с крутыми архитектурами, есть, конечно, не так много. Куда больше там задач именно операционных сделать так, чтобы ничего не отваливалось, чтобы все работало, да? И появился отдел биллинга достаточно давно, один из первых. Следующий отдел, который появился, был отдел бэк-офиса. То есть, это отдел, которым оказалась любая автоматизация, которая не уходит наружу пользователя, а которого для каких-то внутренних пользователей, да? То есть, это все, что связано с модерацией контента, а у нас она есть, с переводами, вот. То есть, такой большой достаточно появился отдел. Что еще? Потом появилось разделение, связанное с... Вернее, достаточно давно стало понятно, что техдолг растет, и нам нужно тратить достаточно большое количество ресурсов на снижение этого техдолга. Может, какой-то ресерч или еще что-то, если шарят ресурсы между бизнес-задачами и такими задачами, то, естественно, до снижения техдолга дело не доходит. Потому что, ну, в первую очередь, что надо делать? Надо деньги зарабатывать. Ну, вот-вот-вот, да, конечно. Да, поэтому в какой-то момент мы решили, что сначала там была команда совсем небольшая. Сделали команду, через которую очень многие вещи связаны с внутренней автоматизацией, и с переизменением процессов, изменением каких-то архитектур. Через нее все делали, назвали ее «Атим» в честь известного сериала. Знаете про этот сериал? Нет, там совершенно безумные такие ребята, решая какую-то задачу, разносят все, все ломают, и вдруг случайным образом у них все получается. При этом, значит, гигантский ущерб вокруг, пламя, ужас. Вот мы решили назвать эту команду «Атим», это один из наших американских вице-президентов, а вот у нас такой Женя. Вот он мне предложил назвать команду таким образом, и мне очень понравилась эта аллегория. Вот, аналогия, да. И, ну, вот таким образом. Самое сложное было менять процесс какой-то глобальный, который затрагивал уже несколько команд. Например, вводить «Континус интегрэйшн». И этот процесс у нас продлился несколько лет. Ну, то есть тестировщиков на тот момент, когда у нас было уже человек 50-60, и уже были вот почти все эти отделы, и биллинга, и бэк-офисы, и «Атим» уже существовал достаточно давно. А тестировщиков у нас было двое. Всего лишь. Да, и занимались они тестированием только задач, которые уезжали юзерам. Вот, они не занимались задачами там процессинга биллингового, «Атимовскими» задачами, бэк-офисы. Они занимались... И еще была интересная структура подчинения. Эти люди подчинялись продуктовой команде, для того, чтобы вывести их из-под разработки. Ну, понятно, что, значит, в нормальных, больших организациях тестирование и разработка, они не должны... Они должны находиться в параллельном, как бы... Ну, да, иначе получается... Да, иначе все, да. Конечно, вот. Вот для того, чтобы вывести их из-под разработки, на тот момент было принято такое решение, что они подчиняются продуктовой команде. Это было очень недолго, мы это все довольно быстро перестроили. Вот. Ну, так что... Каких-то моментов, связанных с теми, что там кто-то хочет, пишет... Я могу привести, как бы, пример, вот то, о чем говорит Костя. Достаточно долго у нас просуществовало в команде как раз с Ишникой. Маленькая команда, где очень профессиональные ребята работают. Каждый работал по-своему. Было крайне сложно взять и сказать, ребята, мы используем одни и те же подходы, ну, хотя бы вот здесь и вот здесь. Ладно, во всех остальных местах не надо, но вот тут и вот тут давайте пусть будет стандарт. А сейчас все эти ребята говорят, да, блин, да мы давно предлагали, да мы давно хотели, да что ты гонишь там, вот у нас когда возникают такие тролло-разговоры. Но на самом деле, я помню хорошо, у всех было свое мнение, и было очень тяжело всем прийти к чему-то одному, и вот главное поставить какую-то четкую цель, поставить дедлайн, сказать, да, окей, хорошо, к такому-то числу мы вот эти вот куски начинаем делать вот так-то. Вот у нас есть вот такой кусок кода, он превращается в либо, и дальше все новые приложения, они используют ее. Слушай, но мало того, что это как бы поставить там, чтобы это сделать, так это же надо еще в дальнейшем и уметь контролировать как бы и понимать, чтобы это не нарушилось обратно. Вот в чем дело-то. Все есть, ну, конечно, а потом и речь. Не просто, чтобы все согласились, разошлись, а дальше там делать все свое. Да, потому что разработчики, они такие, они как бы, да-да, мы, конечно, за единство, вот там единый стандарт, да-да, без проблем, все будем соблюдать, а потом ты как бы так хоп смотришь и понимаешь, что все равно как бы если нет инструмента для вот этого, так сказать, обратной связи, ну, то есть контроля, оно обычно расползается, уезжает. Вот вы что с этим сделали? Ну, мы на самом деле ничего специально, наверное, и не делали. Мы, во-первых, сказали, что у нас будет код-ревью, вот, и на этом коде-ревью, в общем-то, многие такие вещи, они стали всплывать. В течение очень долгого времени мы обходились как-то без него. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я считаю, что самое правильное, это здесь такой подход, что если вещь в чем-то неудобна, то как ты ее не насаждай, она не приживется. А если вещь удобна, действительно изначально и дает много плюсов, то она приживется автоматически. Поэтому основная работа шла вокруг того, чтобы сделать соответствующие библиотеки, которые мы хотели сделать, действительно отдельно стоящие и используемые всеми. Сделать их действительно удобными, прозрачными для всех, чтобы программист понимал, что если вот он начнет изобретать сам велосипед, что-то сам будет делать, то он просто тупо там значительно больше времени потратит. А у нас вот команда, которая ориентирована на сроки, на время. Поэтому это для нас большая ценность. Я думаю, что это получилось. Ну, хорошо, хорошо. Слушай, но вот возвращаясь к теме MySQL, насколько я помню, вы его там активно используете и сейчас еще до сих пор это продолжается. Просто помню какие-то твои выступления с каких-то там старых-старых девконфов, еще откуда-то, что насчет, типа, что если вы не любите MySQL, вы просто не умеете его готовить. Что-то такое было просто. Может быть, может быть, что-то такое выбрасывало. Знаешь, ну, вопрос, скажите, и к тебе, и к Косте. В принципе, вот сейчас вот этот такой там тренд, там, новый SQL, что все, RDBMS, это все плохо, это все плохо, там, старье и не нужно. Вот такой, можно сказать, провокационный вопрос. Вы что по этому поводу думаете? Леш? Ну, я вообще могу рассказать чуть тут пошире историю, но в том, что я совершенно не собирался строить свою карьеру вокруг MySQL. Я в какой-то момент стал плотно работать с Oracle, и я скажу вам совершенно дикую, может быть, сейчас звучащую вещь, я собирался сертифицировать как либо Oracle разработчик, либо, может быть, даже как Oracle администратор, сдал даже несколько экзаменов, и в течение долгого времени половина, наверное, моей работы заключалась не в том, чтобы написать код на каком-то скриптовом языке, а для того, чтобы писать на PEL SQL. И это было несколько лет. Другое дело, что сами по себе модули были там не у кого-то сложные, вот я работал в дирекции интернет-отвещания в ОГТРК, там были приняты технологии. И мне в какой-то момент казалось, что я уже там PEL SQL знаю лучше, чем PHP, PEL и прочие вещи, и Костя вот упомянул, что большие базы, они рассчитаны на то, чтобы вы пишете код, в общем-то, который исполняется внутри базы данных, это правда, это достаточно удобно, все это заточено под то, что логика уезжает в базу данных. И мне казалось, что да, все остальное, это все какая-то мелочь, ерунда, и MySQL, конечно, по сравнению с Проколом, это просто туфта. А потом случилось, я не помню уже, что случилось, я начал искать новую работу, и вот подвернулась такая работа. Я так достаточно скептически на все это смотрел, но выяснилось, что абсолютно все, что я так или иначе хотел сделать, его можно сделать, просто чуть по-другому. Если закрыть глаза на то, что некоторые вещи, они может быть чуть неправильны, вот так скажем, то минусы этим всем ограничиваются. А плюсов, на самом деле, достаточно много. Вот та же история с тем, что не уезжает какой-то бизнес-код в модуле. Вот когда вы релизитесь, и релизитесь просто там, ну, бывают релизы, которые там ломают схемы, ну, пока оставим их в стороне. Как правило, если вы просто релизитесь с application-кодом, не раскладывая ничего, никакой логики в модуле у вас нет, это значительно проще. Вам просто не нужно планировать ваш релиз вообще никак. Вам не нужно думать о версионности модуля и кода, который использует там, prepare statement этого модуля, или там, версии триггеров. Вы вообще про это не думаете. Это очень просто, да. Что касается всяких разных вещей, типа, вот, сложные запросы могут выполняться бесконечно долго. Но проблема заключается в том, что в архитектуру, где идет много-много запросов, вообще стараются писать мелкими запросами. Сложные запросы вообще стараются не делать, а сложные запросы, это, как правило, какая-то вещь, которая там, либо аналитика счетная, либо еще что-то, она вообще уносится куда-то отдельно. То есть, само наличие возможности написать что-то сложное и ожидать, что оно будет работать нормально, оно на практике выходит боком. То есть, Крит, получается, таким образом, просто не дает тебе использовать ничего сложного и тем самым предохраняет тебя от того, что ты выкатишь в продакшн что-то, что этот продакшн положит. Это вот если так, на пальце. Ну, смотри, попробовать тебе, так сказать, поиграть роль плохого полицейского, да, а другая сторона, так сказать, медали, это получается, что разработчик, понимаешь, должен быть грамотным экспертом не только там в языке, который он там использует, не знаю, пых там, си и прочее, да, но еще и, так сказать, там в SQL, чтобы красиво запросы строить. В любом случае должен знать SQL, иначе ему беда. Ну, да, но когда у тебя, допустим, отдельные там люди этим занимаются, да, которые хорошо, они там грамотно могут построить там индексы, пятое-десятое, разработать архитектуру, а разработчику, который, ну да, селик звездочек from table, окей, он знает, он, может быть, даже знает, что такое там какие-нибудь нормальные формы, которые никто никогда на практике, да, не использует и так далее, вот. Но, так сказать, разделить немножко зоны ответственности и, то есть, как бы позволить разработчикам, там, не знаю, бэкэндер сконцентрироваться на своих задачах, а там базистам на своих. Другое дело, что, конечно, вы это накладываете, там накладываете. Да. Давай я вмешаюсь. Вот смотри. Давай. Давай посмотрим на современный SQL, ведь, ну, то, что говоришь, это не так. Все равно все новые базы выбирают разработчики. Посмотри на Redis, он очень простой, и он не дает тебе делать что-то, что может тормозить. Монго. Точно такая же, она очень простая, и не дает тебе этого, ну, она, у нее есть put, get, там, и так далее. То есть, и, в принципе, нет, то есть, она ориентирована на индексы, ты можешь работать с индексами, но ты не можешь, там, если сложен запрос, MapReduce, ну, опять же, поэтому вся эта история про то, что давайте разделять как-то разработчик баз данных, она все-таки в вебе не очень работает, даже если смотреть на новый баз. Она, там, красивая, но почему-то она не приживается. Ну, в вебе может быть, ну, допустим, там, вот, я ближе, там, к Enterprise, и, в принципе, там это вполне в порядке вещей, да, и тут, опять-таки, ну, надо понимать, да, что у вас, там, вебе, вы, там, ближе, там, особенно, там, Леша, к высоким нагрузкам, где действительно все должно быть быстро, просто, а, как бы, там, Enterprise, это, наоборот, более сложная бизнес-логика, которая, там, и, как бы, не всегда нужна такая бешеная скорость, там нет такого дикого, там, просто, запросов в секунду, да, чтобы можно позволить себе немножко вот это дело разделить. Я думаю, что здесь ключевым моментом является скорость, какую вы можете позволить себе скорость изменений. Вот, в Аду релизится два раза в день. Два раза в день у нас новый релиз. И так каждый рабочий день, с исключением, там, каких-то пятниц или предпочечных день. Вот, сделано это для чего? Для того, чтобы, если у какой-то из продуктовой команды возникло какое-то желание, чтобы мы смогли как можно быстрее это желание удовлетворить. Поскольку огромное количество вещей делается, как эксперимент. Потом просто выкидывается. И, ну, тут, как бы, непонятно, что быстрее, да, само такое желание и такая возможность или такое желание порождает поиск таких организационных структур, когда это возможно, да. Одно другое подпитывает. Тем не менее, это очень важный симбиоз. Ваша продуктовая команда умеет делать что-то такое, что вами будет опроводано как можно быстрее. В интерпрайсе, наверное, это просто не нужно. А дальше выступает следующая вещь. Надо как-то хранить центр экспертизы где-то, как-то их разделять. И, может быть, я вот не утверждаю, что это единственная причина, да, и, может быть, один из подходов такой. Хорошо, давай держать какой-то отдел профессионалов именно в области баз данных. Может быть, у них будут там чем-то получше условия, да. А вот там будет у нас центр компетенции такой. А люди, которые будут писать к этому морды какие-то, да, или формы, или там страницы, неважно, да. Это вроде работа, которая не требует такого глубокого знания, там, серверсайд-технологии и баз данных, да. Вот это будет отдельная роль, потому что, ну, потому что так легче всем этим управлять, например, я не знаю. Вот. Может быть, может быть, это причина основная. Просто бизнесу, вот интерпрайс бизнесу, так удобнее. Ну, да, согласен. Интересная точка зрения. Ладно, возвращаясь к теме, в принципе, про вот мы уже так начали там NoSQL, MySQL. Вот, Кость, твои какие вообще отношения к этому холивару, который можно услышать на просторах там интернета? По-моему, холивар закончился, то есть... Победил? Кто победил? Дружба победила. Ну, победили все. Если посмотреть на рост деплоев MySQL, он продолжается. Конечно, MySQL сейчас не единственное там решение. PostgreSQL, например, ждал, они сделали хорошую репликацию уже последним релизом, там, сделали автовакуум, кучу вещей, которые нужны для веба, да, то есть, все это сделано. PostgreSQL растет, Mongo бешено растет, Redis бешено растет, то есть, есть такая тема, она называется Polyglot Persistence, и, в общем, все говорят про то, что скоро у нас будет много, в каждой компании, даже не обязательно веб, это компания, и веб, и будет много разных баз данных, хотите вы этого или нет. Ну, это уже такое, замечается везде, то есть, и даже какие-то небольшие проекты, все равно они, значит, база данных, там, релизационная у них, там, для хранения обычных каких-то там моделей, да, таких сложных, а дальше всякие логи уже там идут, или какие-то там вещи, что-то типа там, документоориентированные какие-то там, новые SQL, либо вообще там. часто даже выстраивают так называемый Data Pipeline, когда там она проходит через какой-нибудь Rabbit, потом какая-нибудь Kafka, может быть, что угодно, потом может быть Redis, Tarantul, и так далее. Для старых данных может использоваться даже Mongo, например, есть знаменитые там блоги про архитектуру CracksList, у них, например, Mongo изначально использовалась как просто хранилище холодных данных, то есть фактически как архив. Вот это да. значит, архив, причем, почему они именно выбрали Mongo как архив? Потому что у них эволюционировала схема данных постоянно. чтобы не зависеть от схемы, да, у них получилась актуальная схема, условно говоря, она одна, то есть та, что на веб-сайте. И живые данные, горячие, они должны быть только в одной схеме. А вот эволюция, тем не менее, у схемы есть. И вот всю эту историю хотелось просто складывать как есть, каждый раз не конвертируя данные, условно, в новый формат, и для них документно-ориентированная модель подошла больше, для этой части. Вот. Ну вот так. Но для меня, например, вообще вся эта история, она больше про реализацию, то есть я смотрю, какие решения реально, условно говоря, хорошо работают с железом, а какие просто маркетинг. То есть для меня это тоже очень важный момент. Потому что та же Монго, например, для меня, да, Монго DB 3.0, вот текущего релиза, была игрушкой, по большому счету, потому что бэкэнд, который был, который хранил, собственно, данные, это был такой MySum, вот, MySum, причем возведенный в статус какого-то супербыстрого решения, то есть, ну, в 2013-14 году продавать MySum как современный баз данных не очень клево. Вот. Ну, просто немногие про это знают, что это так, понимаешь? Ну да, немногие про это знают, и сейчас они, вот, Монго DB 3.0, они, у них новое партнерство с Wired Tiger, может быть, кто-то слышал анонс, Wired Tiger, это стартап ребят, который сделал изначально Беркли DB, то есть, опять же, это уже такие достаточно тертые, значит, ребята в мире баз данных, они проанализировали современное оборудование, современные алгоритмы, создали новый продукт, проект, и вот сейчас это продали Смонго DB, вот сейчас это более-менее уже серьезное решение, и то же самое касается там не только хранения, да, но и работы с сетью, работы с утилизацией нескольких процессоров, насколько это эффективно, то что у тебя может быть какие угодно фичи, но если ты там все крутится вокруг одного глобального мутокса, который супергорячий, то такое решение, как бы, определенные пределы масштабируемости для, ну, это подходит с точки зрения удобства там для небольших проектов, но понятно, что это решение, ну, я не знаю, я как-то всю жизнь провел в хайлоуде, то есть, видимо, я испорчен этим, потому что по большому все-таки девелоперы, они же выбирают, наверное, по удобству, вот, а я продолжаю там смотреть на кишки и выбирать по кишкам. Ну, может быть, может быть, хотя, знаешь, девелоперы, девелоперы рознь, что называется, мне кажется так. Но с MongoDB было долгое время именно так, что это было суперудобно для того, чтобы начать с ней работать база, то есть, там не надо было создавать таблицы, думать о схеме данных, просто стартанул, можешь хранить там все. Я бы сказал, даже удобное, провоцирующее неизучение очень многих вещей, хотя, то есть, хотя можно много говорить о том, что вообще, если ты разговариваешь с базой данной, неплохо было бы понимать, как она устроена, а это был именно такой случай, когда вышел продукт и сказал, а вообще не надо, все очень просто, берешь там и автоматически что-то куда-то там объект выкладешь, есть айдишник, вот типа по айдишнику вот тебе документ, а дальше делаешь все, что хочешь. Мы приходим к старому всей этой спору про object relation mapping, просто очень многие, это культурный на самом деле такой момент, если вы очень много программируете на объектно-ориентированном языке, так или иначе, вы понимаете, что работаете с базой данных, в какой-то момент вы понимаете, что вы делаете очень много довольно однотипной конверсии, вы мечтаете о том, я имею в виду из объектного языка в что-то, что сохранит базу данных. И очень многие люди мечтают о том, чтобы эти вещи делались автоматически, есть гигантское количество продуктов, они, правда, находятся, не всегда находились не на стороне базы данных, они находились на стороне самого языка, то есть, например, вот какой у нас самый крутой enterprise язык, наверное, это Java, в Java есть Hibernate, которому есть уже сколько там лет, очень много, и там, возьмите любой другой язык, есть какая-то такая библиотека, она всегда дорабатывается, всегда на 100% не удовлетворяет, в нее заложен некий вот этот фундаментальный баг изначально, что мы пытаемся обмануть немножко природу, вот, а тут появляется продукт, который говорит, слушай, а мы это все на стороне базы данных правильно сделаем, на самом деле ни о чем не думайте, и это отчасти я согласен с Костей и определил успех, а то, что они вышли с, скажем так, неважным сториджем, но захватив большую часть рынка сейчас этот сторидж подтюнивает, лишь говорит о том, что в современном мире очень многое решает маркетинг, а не начинка, да, ну да, ну, ну вот так, ладно, Костя, ну ты тоже упоминал такое слово, как тарантул, да, вот в мире на Ускуэле, в общем-то, решение такое есть, мы про него знаем, немножко ты занимаешься разработкой, расскажи немножко поподробнее, ну, хочется услышать, может быть, кто-то вдруг тоже не в курсе, как вообще оно появилось на свет, какие идеи преследуют, дальше хочется и про архитектуру поговорить, ты коротки упоминал там про заточенность там под железо, да, я помню, смотрел какие-то парочку тоже твоих докладов я как только не начинаю, где бы я не начинал рассказывать про тарантул, меня постоянно укоряют, что я не могу этого сделать, говорят, что ты не можешь объяснить, что ты делаешь, такой вот невыразимость артистическая, вообще изначально это хотелось сделать именно такой правильный, быстрый мемкэш, то есть это было еще лет пять назад, вот, масштабируемый мемкэш, и, собственно, эта задача, она была решена, персистентность добавили, чтобы не стартовать с холодным кэшом и так далее, все это развивалось более-менее параллельно с редисом. Ну да, я вот только хотел сказать, что как раз-таки редис, по-моему, где-то в те же края так сказать появился. Да, он появился в тех же краях, но на тот момент он просто не тянул, он крэшился, он тормозил, и в мейле, допустим, у тебя был подкаст, там, Костя Никифоров, он там рассказывал, что нужно отдать данные за 30 секунд, за 30 миллисекунд, прошу прощения. Вот, и то есть с редисом такая штука получается, но в 99%, а вот есть оставшийся этот 1%, в которой все не очень хорошо. Вот, например, такую проблему, чтобы решить, понадобилось хотя бы ради этого сделать свою систему, чтобы она там в 99% и в 99% в случаях нормально работала. вот, но это изначально. Сейчас мы просто имели, так сказать, возможность вообще немножко по более взрослому посмотреть на многие вещи и сделать их иначе, то есть посмотреть немножко вперед, куда все это движется. А движется это в следующую сторону, вот как возник там МКэш и Редис, да, то есть изначально была история, что есть PHP, есть MySQL, и в PHP ты пишешь фронт-энд, ты скейлишь фронт-энд, MySQL ты можешь заскейлить там мастер-слейф репликации и так далее, да. Вот, потом это перестало хватать, изобрели ММКэш и стали как бы разгружать, разгружать MySQL, но появилась проблема старта с холодным кэшом, то есть ты стартуешь, тебе нужно, у тебя MySQL ложится, тебе пока он прогреется, значит проходит время и так далее. Изобрели персистентный кэш, да, это Redis, вот, но Redis очень мало компаний используют как там primary data store, что не доверяют просто Redis, то есть используют его как кэш, либо как такой, еще второй способ смотреть на это, вот есть этот масштабируемый фронт-энд, и у него, ему нужны мозги, ему нужна память, где-то хранить состояние фронт-энда, то есть баз данных супер, но не все состояние, оно требует баз данных, есть какие-то вещи, которые, во-первых, меняются очень часто, во-вторых, но не надо их, они не такие серьезные, чтобы их прям класть в обстанах, и вот такой вот, как бы, парадигма Redis, это такая удаленная память, за счет этого это все очень легко воспринимается, там структура данных практически такие же, как в языках программирования, просто через сокет, вот, но это следующий шаг какой, следующий шаг, что, во-первых, все-таки есть такой паттерн, называется антикешинг, да, то есть, в чем проблема любого каширования, особенно отдельно стоящего, типа мамкеша, есть база данных, у нее есть кэш, и она хранит данные, есть мамкеш, либо Redis, если это персистентность, и они выступают как кэш, и хранят, и тоже хранят данные, то есть у вас появляются две точки, которые нужно синхронизировать между собой, то есть хранение. Да-да, вот эта причина устаревания, так сказать, этого кэша, вот эта актуальность, вот это все, да? Актуальность и так далее, то есть хочется сделать так, чтобы этого не было, чтобы вот эта память, которая отсоединена от фронт-энда, и она масштабируется, чтобы она была же их хранилищем, то есть чтобы ей можно было доверять. Вот мы подумали об этом, и, собственно, сделали таким-то рампл, это первое отличие. А второе отличие, это то, что изначально тоже следующий шаг, то, что мы сделали эту базу активной, то есть в Redis есть хранимые процедуры, там все такое, но в Tarantul это не хранимая процедура, это на самом деле лу-совместимая, просто лу-интерпретатор, то есть в нем есть пакет, который отвечает за базу данных, сделаешь require, и получаешь API для работы с баз данных, но это лу-интерпретатор, в котором значит, есть неблокирующий вот вывод, то есть что-то вроде Node.js, взаимодействие с файлами, взаимодействие с другими нодами, API для очередей, API для экспирейшн, это все сделано через модули, то есть получается, что ты объединяешь в одной системе и такое хранилище, с одной стороны, в памяти, и какую-то обработку, аналитику, и в принципе как-то осознать, что в этом будущее, и это в принципе следующий логический шаг для развития веба, ну наверное не так просто, может быть это надо кому-то объяснять, кому-то как-то артикулировать отдельно, но в целом мы называем это application сервером. Ну да, он получается, то есть наверное все-таки ближе всего как application сервер, то есть основная идея в том, что вы просто взяли базу данных и за счет такой внешней модули, но внешней, которая на самом деле прям там же, рядышком, то есть без накладных расходов там на какую-то связь, и плюс за счет того, что это не просто жесткие какие-то там ограниченные функционалы там по IP предоставляемые, да, а именно так сказать лог, который пиши сам что хочешь по сути говоря, да, по большому счету. Да, у нас через лог все, там конфигурация самой базы данных, можно подключать логические, можно работать с данными, вставлять, удалять, можно задавать схему данных, то есть создавать наши спейсы, индексы, удалять индексы, то есть это просто, мы не изобретали, например, свой язык, да, вот свои команды, сейчас, например, в Redis появляется команда if, потому что, ну, точнее, они думают добавить команду if или не добавить команду if, вот, потому что, ну, следующий логический шаг, если ты сделал какие-то там, какой-то язык, так или иначе, то создать оператора управления в этом языке, вот, у нас такой проблемы вообще нет, потому что мы просто лула. Ну, как бы да, тут новый язык всегда неизбежно влечет это расширение там грамматики, потому что вначале ты не можешь ее сделать очень большое, это нереально, да, и все время есть потребность у ее расширения, тут ты как бы просто берешь уже готовый, в общем-то, что уже есть. то есть если нам нужно добавить фишку, мы просто пишем пакет, вот, делаешь ему require, сразу получаешь управление пространствами имен и так далее. На самом деле, нет, это главное, вот, пожалуй, это, опять же, с точки зрения разработчика это какое-то удобство, и для этого фактически должна создаться какая-то инфраструктура, то есть чем популярнее продукт, тем проще с ним, да, то есть есть большинство же людей, которые используют базы данных, они, ну, не пишут там на лула, они пишут либо на PHP, либо на JavaScript, либо на еще на чем-то, и они даже не используют базы данных, они используют какие-то фреймворки там, там, я не знаю, какие... Ну, по большому счету, Метеор там, в случае PHP там какой-нибудь Ларавл будет и так далее, то есть, и в этом смысле многие даже не видят всех этих преимуществ, которые у нас есть, мы так и остаемся таким нишевым продуктом именно потому, что мы не были вот первыми и не там доказали всем, что мы действительно лучшие, то есть можно там долго, упорно сравнивать сайт-бай-сайт, вот, но по большому счету это бесполезно, поэтому мы ищем как-то свою нишу. Слушай, а вот почему, почему Луа? Какие-то еще другие варианты рассматривали или прям вот так сразу поняли, что вот Луа – это варианты беспроигрышные, не стоит что-то еще смотреть? Да нет, Луа – вариант не беспроигрышный, конечно же, все знают и любят JavaScript, и это самый такой беспроигрышный вариант, потому что, ну... Ну, сейчас другие базы данных там идут по этому пути, да, поскольку JavaScript реально как бы в мире веба, по-моему, уже самый популярный язык, это без вариантов, и там, и Couch, да, DB и проще встраивают язык запросов в V8, ну, соответственно, JavaScript в свои движки. Да, они все это делают, молодцы. У нас даже был порт JavaScript, ну, то есть, мы тоже встраиваем, в принципе, можно встроить любой язык, то есть, есть какой-то там API, вызов там на 50, который можно подключить к любому языку, вот, но... Почему же была выбрана Луа? У нас это был больше вопрос простоты, компактности, то есть, JavaScript, в принципе, очень громоздкий, громоздкий интерпретатор, то есть, там, просто стартуешь виртуальную машину, она отжирает, там, 30 мегабайт, и потенциально такие же проблемы управления, там, мусором, который есть в Java, допустим, они так могут быть присущи JavaScript, да, то есть, в Луу в этом смысле гораздо более real-time язык, причем у нас не просто Луу, у нас Logite. Вот я только как раз хотел спросить, какая там, что у вас Луа, там, какая версия, соответственно, Лоджит, да, у нас Лоджит, и вот часто, на самом деле, этим пользуются, именно в тех случаях, когда используют нас как аппликейшн сервер, потому что можно объединить вычисления и хранение, сделать какую-то сложную логику, есть шансы, что JIT трейсинг включится, и она даже будет очень быстро работать. в случае Лууу, в случае Лууу, это опять-таки, всегда можно там с помощью FFI на осях написать, либо подключить ее, это уже как бы скомпилированный код, там, неинтерпретируемый. Да, безусловно, но, то есть, компактность, производительность, управляемость, с точки зрения сборки мусора, вот такие приоритеты, вот, если говорить там о всех, ну, вот, например, в Nginx, тоже Лууу, да, и... Да, но он там как отдельный модуль, ты сказать, у них сейчас, это, который там Юджин Янг, да, поддерживает, в общем-то, известный. Да, 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 но, если посмотреть на какие-то интересные внедрения Nginx, то Nginx уже выступает как аппликацион сервер, благодаря Лууу, то есть, он выступляет не как проктирующий HTTP сервер, а, например, там, есть Nginx луторантул, там, ты, фактически Nginx выступает как HTTP фронтенд, на запрос он сходит в Тарантул через легковесное соединение, там, не блокирующие сокеты, заберет какой-то кусочек данных, это отдаст, все супербыстро работает, то есть, это очень легковесная архитектура. Да, это вот решение, кстати, очень классное, я вот у себя даже на работе кое-где воспользовался им, но, правда, там, входит в базу, неважно, в MySQL, но, вот Костик, кстати, Никифоров, мы с ним как раз-таки про это тоже разговаривали, собственно, у них... Из Nginx у тебя ходит в базу? Да, из Nginx модуль, ну, на Lua просто лазит сразу в базу и обрабатывает, собственно говоря, вот Костик Никифоров рассказывал про то, как у них также построено, то есть, у них запрос приходит на Nginx, Nginx через Lua лезет в базу, там, какую-то минимальную логику и дальше уже понимает, куда этот запрос проксировать, либо там, отвечать от лупом и так далее. Мне непонятно эта архитектура, но мне кажется, мы сейчас в дебри залезем, если будем это обсуждать. Я поясню хотя бы в двух словах. Да, давай. На чего Nginx, для того, чтобы быстро работать с многими соединениями, да, как только ты полез в базу, у тебя сразу появилась какая-то часть, которая что, ну, не, ну, может быть, там, конечно, какой-то весь из себя асинхронный, внутри, но, по-моему, нет. Вот, у тебя сразу же то есть, как правило, все, что медленно, оно идет на бэкэнды. То есть, ты поднимаешь тот же там FASGI или там. Он именно асинхронный, Леш. А, ну, ясно. Он, во-первых, асинхронный, во-вторых, он очень легковесный. И, фактически, ты просто пытаешься добиться чего? Эффективного использования железа. Это понятно. Вот, то есть, у тебя... Это я просто что-то не знал. Мне надо поизучать. Я ни разу асинхронный ООО такого рода через Луа. Ну, надо почитать. Это прикольно. Да, с этим не поспоришь. Вот, видишь, что-то новенькое узнал. Уже хорошо. Да, посмотри на JavaScript еще с такой стороны, что JavaScript, в принципе, язык и вот V8-интерпретатор это язык, в первую очередь, созданный для браузеров. И он заточен в первую очередь на изобилити, на то, чтобы все было удобно, на дом, модель в том числе. И будущее его тоже, развитие, это фишки, которые нужны для браузеров. И браузер, по большому счету, может позволить себе тяжеловесную виртуальную машину. Logite изначально рассчитан на что? На то, чтобы встраиваться в свитчи, в коммутаторы, операционные системы. То есть, в принципе, это более серверная серверная система. Можно, конечно, посмотреть на будущее этих обеих моментов, как они будут развиваться. Немножко возразить, что, да, конечно же, изначально он в браузере, и тут не стоит такой проблемы легковесных. То есть, он может спокойно себе позволить интерпретироваться как-то долго и другие фишки. Но вот, например, то, что я вижу сейчас, все-таки и Node.js, как бы, да, и вот то, как сейчас форкнули его JS, и как он активно просто развивается, мега там каждую неделю там релизы, все-таки свидетельствует о том, что есть огромное желание у, так сказать, сообщества и в бэкэнде получить быстрый JS и все-таки вот это ES6, да, который 2015, там всякие интересные фишки, встраиваются там итераторы, я не знаю, там эти промиссы, асинг, это в первую очередь уже скорее все-таки для бэкэнда, а не для фронта. Ну, как мне кажется. Вот, вот, очень интересно. промиссы, осинки, вот, например, у нас нету никакого, наш код, он не асинхронный, он, хотя он использует асинхронный вот вывод, за счет куртины файберов, сам код на 3LOLO процедуры, он линейный, то есть ты пишешь как будто на обычном блокирующем вводе выводе. Ну да, да. Вот, и в принципе, вообще, эта вентоориентированная модель, которая браузерная больше, она на самом деле делает такие вползания, сейчас сервер сайт и все, и на самом деле это тоже происходит из-за того, что много джейсеров, они приходят на сервер сайт, да, то есть можно, конечно, сказать, что круто, и завтра у нас будет один общий язык, на котором будут писаться и фронт-энт, и БК. Ну я в это не верил, уже тоже говорил, что это не важно, даже то, что это один язык, это... Давайте посмотрим просто на историю, вот где был Руби там 3 года назад, а где Руби сейчас, и утверждаешь, что... А где он? Ну уже не там же, где он был, то есть он уже, ну то есть просто в нем отпала такая вот необходимость, потому что в том же питоне написали, достаточно стройные фреймворки для синхронного там водовывода, для работы с базами и так далее, то есть и питон сейчас фактически это такой вот за счет стройности синтексиса, дефолтный более-менее язык, то есть значит, ну 3 года назад вокруг Руби было очень много хайпа, просто очень много, сейчас этот Руби по-прежнему используется, по-прежнему очень актуальный язык, но хайп немножечко сходит на нет. Я самая причина была не совсем такая, что комьюнити, которая двинула, извините, я перебил, комьюнити, которая все это двинула, оно двинуло не сколько за счет реальных фундаментальных фич, а за счет просто некой любви и стечения обстоятельств, а фундаментально что-то не освещено. Сначала нельзя считать, что будет какой-то один язык, он будет доминировать, он будет определять что-то, то есть там 15 лет назад все писали на Perl, сейчас все пишут на куче языков, и там сейчас все считают хорошим тоном по бэшу и PHP, что PHP там устарел или что-нибудь такое, но фактически PHP продолжает там развиваться и так далее, то есть на нем создается куча проектов, в числе крупных, и даже если посмотреть на самые красивые проекты, можно поспорить на чем они сделаны, на PHP, на Ruby, на Python, вот какие самые красивые. Суть не в этом, суть в том, что с точки зрения базы данных, жизнь которой там 25 лет, вообще останавливается, на одном языке, ну глупо, это просто глупо, и поэтому для нас никогда не стояло такого выбора, какой у вас будет язык, у нас стоял вопрос, какой у нас будет первый язык. Слушай, но мне казалось, что у вас лук был такой, где нормальный джит? Нормальный джит в JavaScript, нормальный джит в луа, но джит луа более нормальный, чем в JavaScript, и все, нет разницы, мне казалось, что выбор был такой. По большому счету, да даже не знаю, просто понравился, но как это сказать, вот выбор был. Наверное, это серверсайдные взгляды, FFI, конечно, замечательный, то есть, простота FFI, она подкупает. Поэтому, сложно сказать, главный тезис заключается в том, что не пытайтесь забить все одним молотком, в данном случае, луа достаточно легко осваивается, и такой проблемы нет. Притом, опять же, средний там размер аппликашн от Тарант, вон там 300-400 строк. В данной ситуации выбор языка не так критичен. Если бы это были действительно супер большие проекты, это было бы действительно серьезный вопрос. Ну, да, наверное, наверное, все так. Ладно, давайте немножко поговорим вообще про такое сообщество и развитие вот там проектов в целом, Костя. Расскажи немножко, насколько у вас большая команда занимается разработкой, как у вас построен вообще весь этот процесс. Есть какая-то аналогия с MySQL, можно провести, либо сейчас уже все совсем по-другому? Технологии управления, так сказать, имеют вот такие... У нас гораздо меньше команды, у нас 7 человек команды, и она включает технического писателя, билд-инженера, куа-инженера, веб-инженера, то есть инфраструктура. Подожди, подожди, я уже насчитал четверых, то есть 7 минус 4 минус ты, 2, то есть какие-то два мега-чувака на самом деле все пишут. Они их просто не выпускают из офиса. У нас есть их пис, один человек, и двое человек, они занимаются в фонгаре всем, что связано либо с питоном, либо с луа, с чем угодно. Вот, и остается 4 человека, которые, собственно, так или иначе пишут серверный код. Ну, на сях, в смысле, которые на сях пишут. Да, которые пишут на сях. И у них разные роли, кто-то развивает in-memory хранение, кто-то дисковое хранение, кто-то репликацию, кто-то все подряд. Это быция я. Это небольшая команда. У нас нет таких проблем, как были в MySQL, конечно же. Весь код могу посмотреть либо я, либо Рома. И, условно говоря, есть два более синие человека, которые могут посмотреть все патчи. Ну, значит, тоже у вас там код-ревью, все дела, в общем-то, все это. Да, код-ревью обязательный, конечно. Слушай, а у вас какие-то выработаны такие внутренние соглашения по кодированию, то есть где-то они на стене распечатаны у всех разработчиков? Не поверишься, они даже на сайте у нас лежат, поэтому все проще. Мы просто выложили это в документацию, кодинг-стайл для СИ, для ПЛЮСов никак не можем созреть, но в ПЛЮСах у нас практически все запрещено, разрешены только классы виртуальные методы, более-менее все. Слушай, а как бы вот задачи по развитию вы как-то сами, так сказать, решаетесь, что делать, либо все-таки у вас как-то поступает извне, там, не знаю, какой-то фидбэк там от тех, кто использует уже Тарантул, как бы что вы развиваете, куда движется? У нас есть фидбэк, у нас есть Техновижн в первую очередь, то есть мы знаем, чем мы хотим добиться. Вот, и это в первую очередь это надежное отказоустойчивое хранение в памяти транзакционное, эластичное. Это быстрые хранимые процедуры, супербыстрые, желательно, то есть не просто быстрые, а даже лоджит можно еще ускорить, потому что многое теряется на взаимодействие между лоджит и базой данных, там даже через FFI все равно достаточно серьезные сдержки, можно там раз в пять ускорить, а это количество запросов в секунду в базе данных, это то, что имеет значение. Вот, это работа напрямую, например, с железом, когда речь касается сети, то есть есть всякие тулкиты для работы с записью в карточку, минуя ядерный FFI FFI это тоже может резко ускорить. Вот это, кстати, интересно, помню, где-то видел такой небольшой докладик, кажется, как они ускоряли там send-файл, чтобы напрямую отдавать статику, минуя, так сказать, вот эти передачи внутренних структур, вы тоже такими всякими вещами увлекаетесь у себя, да? Пока нет, но хотим и, в принципе, там, в этом будущее такое, если говорить о производительности, то посмотрите на самый там топовый, топовый растущий веб-сервер, например, сейчас H2O, да, он работает в режиме ядра, ну, то есть, вот, просто мы реально сейчас теряем очень многое за счет того, что мы связаны с операционными системами сорока лет недавности, с архитектурой, с интерфейсами операционной системы сорока лет недавности, когда речь идет о in-memory database, это супер важно, вот, Redis, например, Сливатор недавно писал статью из серии того, что утилизация SIS в Redis средняя там 80%, поэтому Redis нет смысла оптимизировать, эта точка зрения тоже достаточно странная, ну, потому что кто же знает, почему у тебя 80% SIS, потому что ты тебе некуда оптимизировать, либо потому что ты так используешь операционные системы, что 80% ты проводишь в этом, поэтому для in-memory databases это важная штука. Слушай, так получается, в принципе, да, общее направление движения, что все-таки наибольшее, ну, уйти от как можно большего числа посредников между конечными данными, там, источником, ну, если говорить там про веб, конечно, это сеть, да, в конечном итоге, там, сеть, диск, ну, где данные, откуда поступают запросы, да, где они хранятся, там, memory, диск, либо сеть, вот, три, по сути, компонента, и максимально, так сказать, вот, собрать в единое такое вот ядро, которое все-все эти компоненты связывают, соответственно, вот уже, по-моему, не первый случай, когда я слышу тоже, когда там какие-то проекты пытаются запустить там, чтобы там, ну, типа а-ля init, да, init, первый процесс, значит, он там небольшое ядро, а дальше все-все-все в себе, что называется, держит. Нет, не все в себе, но, понимаешь, просто, у нас долгое время было именно так, что были люди, которые писали языки программирования, были люди, которые писали базу данных, а эти люди не разговаривали друг с другом, и непонятно, сколько это будет продолжаться, тем более, что в базе данных вечно зеленая область, нет никаких стандартов, ничего, и постоянно у разработчиков возникает вот эта проблема, что они должны выбрать базу данных, они должны вот это вот клиент-серверное хранение в базе данных и так далее, то есть, есть куча проблем, которые решаются гораздо более элегантно, чем, если у тебя это все объединено в одной системе, то есть, вот мы недавно смотрели на историю просто с, знаешь, с чатом, вот веб-чат, ты можешь чатиться с, ну, скайп, я не знаю, все эти телеграммы, куча, куча таких вот приложений, да, вот, как обычно там устроено, ну, помимо того, что есть какой-то фронт-энд, либо в андроиде, либо в айфоне, что-то, где угодно, он там присылает запрос, этот запрос приходит обычно в Rabbit, в RabbitMQ, в RabbitMQ кладет этот запрос, мультиплексирует его, и кладет, подписчикам, там еще, да, он кладет его подписчикам, он кладет его в базу, в одну, в кэш, он кладет долгосрочное хранение и так далее, то есть, вот средняя такая система, там, вот к этому всему прифигачивается, еще потом антиспам, антивирусы, всякие там такие штуки, такая система, она состоит обычно из десятка компонентов, и, по большому счету, все эти компоненты, они делают одно и то же, то есть, они там сидят только потому, что есть языки программирования, есть базы данных, и есть вот такие инфраструктуры между ними, вот, по большому счету, там половину компонентов можно выкинуть, если, вот у Тарантолу, например, есть модуль, который добавляет к нему HTTP, да, мы можем превратиться в HTTP сервера, пока что это HTTP 1.0, надо допилить, сделать HTTP 1.1 и WebSocket, вот, то есть, приходит запрос через WebSocket в Тарантол, это одновременно и хранилище, и сервер очередей, и он может выступать активным компонентом, соответственно, ты можешь запушить это сообщение дальше, запушить это, там, нужному подписчику или в чат, ты можешь это запушить в долгосрочный архив, то есть, у тебя резко сокращается количество компонентов, инструментов, которые ты должен знать и так далее, не говоря уже о том, что люди, которые там пишут хорошо сетевые приложения, они обычно нифига не понимают в базах и там какое-нибудь персистентное хранилище в Rabbit, оно, я не знаю, оно может терять сообщение, например, да, если ты используешь Тарантолу как очередь сообщений, то у тебя сразу транзакционная очередь, и в разы более надежная, то есть, все эти такие моментики, они, ну, люди выбирают те решения, которые у них есть, безусловно, но это не факт, что так должно оставаться всегда, и просто нас часто спрашивают, типа, почему вы не Redis, вот, ребята, сделайте, например, Redis, уровень совместимости с Redis, или поддерживайте протокол Memcache, но это не то, что мы делаем, мы пытаемся смотреть вперед и делать что-то, чтобы изменило вообще расклад в инструментарии разработчика. Ну, это, то, что вы не поддерживаете протокол Memcache или протокол Redis, это отдельная история. Ну, кажется, первый раз у нас этот разговор случился в году 2009, когда мы летели в клефон, помнишь? Да, да, да. И вы с тех пор не поддерживаете ничего, да? Прошло пять лет, да, и ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Но, тем не менее, в Баду вы задеплоились как-то без поддержки? Нет, в Баду, конечно, задеплоились, в Баду стали, в общем-то, ну, там пришло, сошлись, так сказать, звезды. Вот, но мы тогда обсуждали не то, что сделай это и тогда мы задеплоимся, да, а захват мира, поэтому... Захват мира Тарантула, я не имею в виду. Я думаю, что захват мира выглядит примерно так. Если там в Париже парижане любят ходить в рестораны, то в Париже будут хорошие рестораны. Если у нас будут там люди реально разбираться во всем этом, то у нас будет хорошая база и всякого захвата мира. То есть, если перестанут там стонать и говорить, что почему вы не редис, то все будет сразу нормально, я уверен. это правильная стратегия, мне кажется. Абсолютно. Слушай, ну а расскажи, вот, в принципе, да, вот куле уже зашла речь, где вообще, кто в продакшене использует Тарантул? Ну, понятное дело, что вы наверняка у себя в мейле где-то это юзаете. Вот, Леша нам расскажет, что они там в Баду по этому поводу, где они там прикрутили без ММКШ. Ну, немножко просто хочется понять, какие масштабы, так сказать, что вообще, вот, какого рода проекта есть? Ну, в основном, все-таки, это та специфика, которая использует именно наше преимущество, то есть, если вам нужен Radius, там используется Radius. В мейле много внедрений, которые просто используют как ММКШ персистентный. Таких, там даже есть еще древние версии, таких много. В основном, это внедрение из серии какого-то активной базы данных. То есть, база данных или что-то считает, она умная, не просто структура данных. Либо она куда-то ходит и что-то делает, помимо того, что она хранит, по сети или как угодно. Там внедрений действительно очень много. Сейчас, если говорить о чем-то новом, мы сделали дисковое хранение и сейчас пытаемся внедрить его для хранения почтовых индексов, индексов по почте, для поиска по почте. Там уже очень много данных стоят, то есть, там просто объем новых данных очень большой. Не так люди часто ищут, как часто они приходят на новую почту. То есть, там именно трейд-офф между скоростью вставки и скоростью чтения. Там специфический движок София, которая позволяет именно оптимально с таким ворклоудом работать. в сентябре у нас было внедрение в Сбербанк. Там это система антифрода. Что там и как они конкретно делают, я сказать не могу, но именно у Сбербанка я научился умному слову Data Ingestion Pipeline. Они каким-то образом получают данные от внешних источников, сравнивают это с о том, кто ходит к ним на сайт, кто ходит вообще по интернету, сопоставляет эти данные, идентифицирует реальных пользователей и уже проверяют действия реальных пользователей на сайте, что это действительно человек делает онлайн транзакцию, это живой человек, а не робот, не хакер. В Badoo 1.5 что-то они там смотрят на 1.6 для них, специально на самом деле для них, то, что специально для них, но имей Badoo в виду, мы написали мастер-мастер репликацию в 1.6, которая синхронная и позволяет реплицировать условно говоря между Лондоном и Майами, это вот кейс бадушный такой. В Авито проект, который использует Тарантул, то есть называется сегментация. Я, честно сказать, не очень понимаю всем этом, потому что, ну, к сожалению, я говорю, что многие говорят, что я не могу объяснить, зачем это нужно, да, именно потому, что я на это смотрю с точки зрения серверного разработчика, а не с точки зрения прикладного, который внедряет. Они каким-то образом сегментируют свою аудиторию и понимают, кому, что, какое объявление лучше показать, более вероятно, на него посмотрят, щелкнут и так далее, то есть классифицировать пользователей это признаки и так далее. В принципе, мы сейчас, есть еще ряд достаточно крупных внедрений, о которых пока рано говорить, потому что, собственно, сначала нужно их сделать. Ну, понятно. Вот, то есть тоже в третьей компании. Давайте, можно я дополнить здесь немножко, чуть-чуть, правда, откатимся назад к моменту, когда Костя вообще говорил, как пришли к аппликейшн к серверу и, грубо говоря, чего там не хватало в базе данных, как появился ММКэш, я не до конца понял. То есть, ну, вернее, мне показался вот этот вот ход объяснения Кости, как мы пришли к необходимости такого рода продуктов несколько, ну, особенно у меня как-то в голове все сложилось значительно проще. То есть, понятно, для чего нужен был ММКэш. У нас большое количество клиентов, но если все они пойдут в базу, даже если она такая быстрая, как ММК, то ей все равно станет плохо. Поэтому ставится что-то, что работает всегда стопроцентно с памятью, никогда, значит, если железо не барахлит, никогда особо не тормозит, если при этом там объекты, которые мы вычитываем, не гигантские. Ну, вот, а это, естественно, все там настраивается даже на аппликейшн уровне, режем просто большие объекты и все. и в результате вот у нас получается какой-то инструмент, который просто очень может быстро что-то записать и не обязательно, скажем так, записать, считать, не обязательно без какой-либо логики, да, то есть связка какого-то вот такого быстрого мем-кэша и какого-то там быстрого языка разработки давала возможность сделать очень много, если не нужно использовать базу данных, то и главное достаточно надежно именно в условиях большого количества запросов, большого количества клиентов. Но дальше возникает проблема, что вам нужно куда-то засунуть больше логики, которая работает непосредственно с данных. То есть появляются задачи постоянно, где вам нужно, чтобы была какая-то логика работать с этими данными. Если вы будете втягать все время по сети, естественно, вы там потеряете достаточно большое количество времени. Значит, либо вы уходите назад в базу данных, пытаясь написать те же самые крадимые процедуры, но тогда вы огребаете ровно то, от чего вы уходили. Вам нужно, чтобы ваша база данных именно как сервер предоставляла возможность работать с большим количеством одновременных соединений или еще что-то. Далеко не все базы данных до сих пор это умеют делать. Плюс сама возможность работать с этими данными должна быть очень крутой. Все должно быть очень быстро, удобно и так далее. Либо вы просто плюете на все это, начинаете писать какие-то демона на том языке, который вам нравится. И вот я не просто так. На самом деле мы это обсуждали с Костей уже неоднократно. И просто это кейс-то не очень распространенный, но это кейс мне очень близкий. И когда вы начинаете разрабатывать на этом языке, то вы через какое-то время имеете некоторое количество демонов, которые вдруг при определенной архитектуре обязаны унаследовать свойства большого количества баз данных. Например, вы взяли и сказали, стоп, а мне вообще-то нужна какая-то горячая замена. делать естественно горячую замену через репликацию это может быть не самая классная идея, но довольно удобная. Поэтому мне нужна какая-то репликация между моими аппликейшнами и демонами. Или у меня есть несколько дата-центров, и поэтому мне нужно, чтобы эта аппликация была хотя бы для того, чтобы другие аппликейшн с чужих дата-центров получали актуальные данные не через прекрасный Атлантический канал. Соответственно, помимо репликации надо, чтобы была персистентность какая-то, хотя бы, грубо говоря, снэпшот какой-то раз в какое-то время отложить, подняться, снять и так далее. И оказалось, что это все задачи, которые давным-давно решаются в мире баз данных, они совершенно иного класса. И если появляется база данных, который говорит, а мы вам все даем это из коробки, для того, чтобы написать у вас демонок, вот у нас еще есть новый SQL или SQL, или хочешь вообще чего угодно пиши, есть такие структуры данных, к ним такой-то доступ, то это становится отличной платформой для того, чтобы просто такие демона разрабатывать. Но надо сказать, что это лишь идея, для того, чтобы все это восприняли, видимо, должно пройти еще какое-то время, в свое время, когда я ее высказал, наши же ребята, которые использовали Тарантова, мне сказали, что я слишком все в радужных тонах описывал, что на самом деле, конечно, экспертиза в создании серверов это несколько все сложнее, чем просто взять и к Тарантову что-то прикрутить. Но тем не менее, я осознательно упрощаю, если вам нужно написать какого-то демона, то, скорее всего, вам нужно будет решить несколько однотихных задач, если этот демон уже в какой-то достаточно приличной среде. Несколько DC, несколько баз, то есть, так или иначе, вам нужно будет там реализовать какие-то вещи, которые, скорее всего, вы не сделаете. А в Тарантове они уже есть. Поэтому Тарантова, на мой взгляд, Тарантова это именно очень удобная платформа для ехали только с одним сервером. Это так называемая хитовалка. Вы знаете, что в серверах знакомств очень много, большое значение, я сейчас говорю про продуктовую часть, имеет, насколько быстро вы даете фидбэк пользователю относительно каких-либо его действий. То есть, если он, например, сплатил каких-то денег за то, что его профиль оказался вдруг видим большому количеству других пользователей, то необходимо как можно быстрее это показать, продемонстрировать, что действительно пришло много пользователей. Вот еще один желательный в реальном времени, чтобы связать максимально близкое событие расставания с деньгами и что он собственно получает от этого. Поэтому в гигантском количестве проектов в свое время даже по-моему в каких-то сетевых сообществах были обсуждения, что это вообще плохая фича показать, кто заходил на твою страницу. Но, тем не менее, в сайте знакомства это очень важно. И если у вас достаточно много посещений в среднем по большому сайту, где там несколько миллионов сидит онлайн, да, понятно, что все друг друга смотрят постоянно. Со страшной скоростью эти данные нужно хранить и человеку показывать. У вас там столько-то посетителей, столько-то... У нас для этого был написан свой демонок. А это не просто какая-то простая совсем штучка. Там нужно было в ряде случаев скрывать, вычищать удаленных. Ну, то есть, там была еще какая-то логика. Но на базе данных, на базу данных такую традиционную, именно из-за того, что большое количество приложений туда писало, большой скоростью, на базу данных традиционно это не ложилось. Не сразу мы на это все перешли. наломали там каких-то дров. У нас есть даже видео. Антон Поваров, наш руководитель C4 спецотдела про это рассказывал. Есть оно в открытом доступе. Мы потом ссылочку приложим. Пока только один вот такой кейс, но он был достаточно большой. Это два дата-центра, это несколько машин в каждом СДЦ, и мы перешли на это дело все где-то, наверное, не то год назад, не то полгода назад. Нет, это было уже год назад. Летом вы делали доклад, но позвольте добавить, ты сто процентов прав, что это такая большая проблема Тарантула, что он такой не особо доступный в понимании, такой эзотерический, и большинство людей, которые все-таки осознают его преимущества и начинают его брать, это либо сильные, реально сильные бэкэндеры, которые скриптеры, но бэкэндеры, либо вообще сишники. То есть в мире JS и фронтенда пока что не получилось все-таки завоевать умы людей, и тут совершенно справедливо можно сказать, что мы дураки, то есть мы не смогли это сделать. в Авито, например, там очень похожая ситуация, вот эта сегментация, там это некая логика, которая работает с огромным количеством данных, их нельзя, то есть они думали, допустим, взять Redis, ага, где писать логику, взять ноду, ага, значит нужно еще где-то хоронить данные. С логикой работает на куче данных, там сотни гигабайт, все-таки в память их можно положить, но уже просто в памяти того же JavaScript держать нельзя. И они точно так же именно сделали ровно то, что ты говоришь, они написали кастомный демонок, получили сразу репликацию, нормальную утилизацию всех ядер, фейловер и так далее, то есть все эти вещи. Слушай, ну вот это, по-моему, круто, на самом деле надо как-то эту идею в массы продвигать. А как на JS себя продвигать? Это же просто аппликейшн, да, сервер сайт JavaScript, правильно? Но JS себя продвигает очень просто, потому что это JavaScript, там не надо о себе думать. То есть, раньше вы могли в своей нише писать только внутри браузера, я, кстати, не согласен с вами, что JavaScript дозволено из-за того, что он браузерный, быть медленным. Сейчас куча идет оптимизации и куча народу меряет, насколько медленный UX у них. Ну, опять, смотри. Нет, это дело не в медскости, это дело в реалтаймовости. А, ты имеешь в виду, ну, хорошо. Не, опять. Ты можешь отожрать, в общем, в одном случае ты можешь отожрать побольше, потому что это клиентская машина, да, доступна. Да. Или какое-то там устройство, которое вы в геналичном пользовании, а другое как-то, да, это я согласен. Не, ну, опять-таки, UX это, да, самая медленная часть в браузере с точки зрения взаимодействия с JavaScript, это именно дом. И это то, что все пытаются оптимизировать, там, и поэтому появился виртуальный дом, поэтому появился React и так далее, да, но так-то, ну, оптимизируют еще другие вещи, там, Asmus.js, если вы слышали, такую вещь, которая там позволяет тоже оптимизировать, выполнять в параллеле несколько инструкций, там, с простыми числами, да, чтобы вот там обработать графику, там, не знаю, звук и так далее. Но совершенно верно, вот, как бы Костя заметил, что Node.js популярен, потому что он, ну, это JavaScript, и фронтенд, и все про него слышали, знали, и знаешь, как бы маркетинговый ход, что, ребята, вот ты там написал у себя в браузере, там, я не знаю, что-то, какой-нибудь JavaScript функции, вот смотри, она у тебя тут же так же заработала в бэкэнде, прикинь, как это круто. Хотя, как бы, это, да, один процесс, как бы, все понимают, что там взаимодействие с файловой системой и там, я не знаю, с сетью, этого никогда не было в браузере, и это надо понимать, как это работает, и, собственно, я думаю, многие товарищи сломали там не одни грабли, когда, знаешь, типа, а я сейчас приду из, значит, браузера в бэкэнд и сразу начну писать крутые там сетевые приложения на Node.js. Ну, как бы. Это понятно, да. Ну, вот мы ничего не можем сделать с этой волной, разве что надеемся, что рано или поздно многие ребята повзрослеют и начнут смотреть налево и направо и тогда дадут нам шанс. Может быть, вам все-таки стоит рассмотреть вариант мимикрировать? Мы можем, конечно, мимикрировать, но поймите, что у нас достаточно все хорошо, то есть нам нужно делать фичи для новых деплоев, и эти новые деплои, они достаточно многообещающие, то есть рынок применения для такого продукта он не заканчивается вебом. Веб это суперкруто, но например, сейчас мы реально пытаемся работать с деньгами, то есть за счет того, что у нас есть транзакции, мы можем попробовать просто хранить остатки по счетам пользователей и делать списание, начисление, и все это дело в реал-тайме, и это не Oracle. Ну, согласитесь, что для такого продукта это потенциально очень серьезно. Мне казалось, что сейчас эта ниша занимает пасгресс. Пасгресс не ин-мемори, а идея в том, что ты все кладешь в эластичную ин-мемори базу. То есть реальные наши конкуренты в этой нише это VaultDB, Oracle Coherence, Hazelcast, Grid Gain, но все эти Hazelcast и Grid Gain, они либо плохие базы данных, либо плохие аппликейшн-сервера. То есть на самом деле таких решений много, и вот получается так, что там мы тоже можем попадаться. Или, допустим, представьте себе такое внедрение для Тарантула, как телекомовский биллинг. Это да. вот просто мир большой, и веб это очень круто, это очень здорово, и я думаю, что веб просто будет, опять же, мое видение такое, что веб будет все больше и больше взрослеть, и он будет становиться все больше и больше энтерпрайзным. И за счет этого люди, которые до этого писали кастомные димона, которые достаточно было снабшотиться раз в час, и не страшно потерять последние 90, последние 60 минут изменений, люди начнут более серьезно задумываться, и конкуренция неизвежно будет в том, чтобы более бережно относиться к данным. Я все-таки не разделяю твой оптимизм, потому что веб всегда удел, знаешь, можно посмотреть на множество проектов, которые делаются, и те проекты, где действительно, которые действительно, как ты говоришь, дорастают, для Тарантова, множество этих проектов, оно в любом случае будет малым. То есть ты считаешь, что большинство проектов, они все-таки будут не жалеть, если продолбаются какие-то... Я думаю, что да, я думаю, что огромное количество вещей, понимаешь, вот смотри, опыт Монго это показывает прекрасно, никто не думает о том, насколько хорошо там что-то устроено, если это удобно, а опыт большого количества облачных технологий это показывает, потому что, по большому счету, лишь начиная с какой-то очень большой нагрузки, тебе чужое облако начинает приносить проблемы, да, а для очень большого количества проектов чужое облако тебе, наоборот, приносит облегчение, и люди этим пользуются, люди сидят на этих облаках, и да, они при этом теряют какую-то часть экспертизы, то есть, в их разработчиком коде, да, отсутствуют какие-то знания, которые бы у них стали появляться, если бы они все эти технологии, если бы они, грубо говоря, сами их строили, сами строили, держали бы свои железки, да, поднимали на них все, но, с другой стороны, если им так удобнее, если бизнес так работает, почему нет, их много, я не считаю, что через какое-то время магическим образом все повзрослеют, ну смотри, точно так же люди не верили в то, что надо будет писать эффективный код, да, эффективный, который эффективно использует несколько процессоров, и вот закон Мура там перестал работать, и все осознали, что все, там, пикник кончился, и надо что-то делать, надо нормально утилизировать мультикоровые процессоры, надо нормально работать с памятью, но видишь ли, я тут, извини, я тут хочу тебе возразить, дело в том, что параллельно шли другие процессы, развивался просто интернет, устройства появлялись, гугли, доступ к интернет появлялся почти у каждого человека, сейчас, наверное, в большинстве развитых стран этот процесс закончился, да, но именно то, что у нас возникло вообще такое понятие, как хайло, оно возникло исключительно из-за того, что развился интернет, интернет стал практически у каждого, если раньше можно было делать новостной сайт, если приходило, не знаю, на него 10 тысяч человек считалось, что это вау, то сейчас это как-то уже смешно, да, поэтому, когда ты говоришь о том, что, значит, надо это все, там, закон Мура перестал действовать, и нужно это все распараллеливать по ядрам, ну, ты понимаешь, да, с другой стороны, это происходило не просто так, то есть у тебя была некоторая история, да, и после этого ты начинаешь уже как-то внутри оптимизировать, то есть у тебя как бы общий такой, то есть мы ниоткуда не возьмем еще раз, я не знаю, сколько сейчас миллиардов пользователей, да, но допустим, их там, не знаю, допустим, их там 2 миллиарда, 3 миллиарда, да, ниоткуда не возьмем удвоение этого числа, вот, для того, чтобы создалась такая насущная необходимость. Во-первых, возьмем, это интернет-устройств, это первая такая история. Ну, они будут использовать интернет не так, как люди, если вообще эта история сыграет. Вот сейчас, допустим, есть одна крупная телекомовская компания, которая занимается именно телекомовским оборудованием, и они создают именно такую базу данных для устройств, в которой надо хранить информацию о текущем статусе миллиардов устройств. Поэтому за эти будущее ты посмотри на... То есть, рано или поздно все равно этот вопрос встанет. Насколько эффективно, в общем, сколько ты ватт просто греешь, там, какой-то дата-центр в Сибири, а сколько у тебя ватт реально тратится на какую-то полезную нагрузку. То есть, можно говорить, что это там еще никогда не произойдет, это произойдет не скоро, но на самом деле мы спорим о чем-то, что прямой нас не касается. То есть, если говорить о том продукте, который мы обсуждали, давайте, тарантули, то для него важно развивать именно эту историю, которую мы начали развивать, и делать это эффективно так или иначе. Насколько это будет популярно, и надо ли завоевывать мир, может быть, завоевать мир не получится, но свое дело мы сделаем для своей ниши и для своей ниши мы будем хорошим продуктом. Ты не можешь еще спросить, вот такой тоже нюанс, я смотрю за разными проектами, в том числе тарантул меня здесь интересует, с какой точки зрения, в какой момент, ведь тарантул достаточно зрелый продукт уже давно, в какой момент люди стали говорить об успешных внедрениях, и это были люди из довольно известных компаний. Это очень важный на самом деле момент. Ты прав 100%, просто это настолько резонирует, то есть, понимаешь, когда вообще что-то происходит, фактически моя работа уже закончена. То есть, когда происходит какая-то шумиха и какой-то вау, это значит, что уже все пройдено, что все уже сделано. То есть, если говорить о зрелости, я не считаю тарантул зрелым, я думаю, что у нас где-то процентов 30-40 фич, которые надо сделать. Но 100% что между тяжелой работой годами и каким-то тем, что люди приходят и начинают говорить о, ребята, а вы сделаете что-то замечательное, крутое, это проходит долгие годы. Не факт, что ты можешь добежать вообще этот марафон до конца. Но вот как тебе кажется сейчас, это был какой год, когда народ стал говорить вау, это был 11-й год, 12-й, 13-й, или это было до... Ведь, когда мы разговаривали с тобой первый раз на эту тему, это был 9-й год, тарантул уже был достаточно известным, и, понимаешь, когда я говорю, какой, я забыл уже сам, какое я сказал слово, какой-то хороший, олдовый, нет, не олдовый, короче, такой, зрелый, зрелый, да. вот, то есть, он тогда уже, что я имею в виду, подзрелый, мы знаем, что это не какая-то поделка, понимаешь, которая ломается, которая непонятно, как работает, но при этом она решала многие вещи. Тогда не было известно про большое количество внедрений, мне, по крайней мере, либо вот... Было много внедрений в мейли. Вот как ты считаешь, да, мы, естественно, и все боялись, что это настолько завязанная вещь на мейл, что... Вот скажи, когда это случилось? Я вообще считаю, что это еще не произошло, то есть, смотрю, что мне кажется, что должно быть реального. Мы сейчас, мне кажется, сделали гораздо более лучший сторож, чем там у конкурентов, именно in-memory. То есть, мы меньше жрем памяти, мы более эластично растем, то есть, эта история вообще не видна, да, но эту историю надо было закончить. Это первое. Вторая история, когда реально что-то происходит, что видно людям, это, ну, шардинг и облако автоматическое. Мы про это миллион раз говорили. И вот, когда это произойдет, уже можно там смотреть, что типа... То есть, у нас сейчас есть шардинг, он библиотечный, тоже его эзотерический и так далее. Надо сделать это полностью автоматическим, полностью удобным. И вот, когда вот такого рода истории, они полностью будут отработаны, и тогда ты выходишь из уровня, знаешь, такого продукта, многообещающего, в продукт, который уже готов, и он работает, и его вы достаточно просто освоите, и так далее. пока что до сих пор все-таки люди, которые начинают с этим работать, они упираются в какую-то стену, да, и с документацией, возможно, и просто с тем, что на форумах недостаточно помощи и так далее. Очень много, мы оказываем помощи. Так что, я думаю, что этот момент еще не настал. Понятно. Спасибо. Слушай, ну, это, по-моему, стандартная проблема, да, любого какого-то, не знаю, open-source проекта, привлечь изначально к себе, как бы, внимание, какой-то минимальный, так сказать, размер сообщества, который в дальнейшем бы смог как-то, да, вот, ну, чтобы оно начало жить, как бы запустить, что называется, вот это такой старт, вот. Скажи, вот, как сейчас у вас, так сказать, уже, помимо вот именно вас, вашей команды, там, в мейле, есть какое-то еще, так сказать, сообщество уже сформировалось, которое как-то само варится, там, занимает, помогает, там, каким-то вопросом, я не знаю, ответами на вопросы, как пишет документацию, или это все еще варится, внутри вашей, вот, этой маленькой, там, команды из семи человек? Не, у нас есть фэны, то есть, я по-другому их не назову, которые, реально считают, что это круто, и считают, ну, в это верят, вот, они есть у нас уже давно, и они с нами, как бы, ну, они есть, они, фактически, они часто начинают использовать альфа-софт, например, то есть, новые фишки, которые мы выкатываем, они начинают с ними играть, и, часть из них это Mail.ru, часть нет, то есть, я бы даже сказал, что Mail.ru, по сути, достаточно такое консервативное сообщество, которое, вообще очень любят делать велосипеды, и делать свои движки, поэтому сказать, что там Taranto, это такое дефолтное хранение Mail.ru, будет вообще неправда, потому что там очень строго относятся, вот, сообщество растет, фактически сообщество растет с внедрениями неизбежно, то есть, и в этом смысле для нас очень прикольно именно общаться, в первую очередь, с крупными проектами, потому что люди, именно в крупных проектах это наиболее заразная такая виральная экспертиза, потому что люди там, и многие люди туда приходят прокачиваться, и потом уходят, делать что-то свое, и так далее, вот, ну вот как-то так, сказать, что у нас какое-то супербольшое сообщество, я не могу, ну вот, я, например, как бы, еще по своей прошлой жизни, там, как-то участвую в Москово-Майской визер-групп, и периодически у нас есть встречи, для сравнения, в Муге 300 человек подписано на список рассылки, и человек по 100 ходит на Муге, у нас около сотни в рассылке людей, и вот такие на юзер-группы, ну, сколько было у Баду, человек 70, да, я, к сожалению, не помню, несколько десятков было, да, 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 больше мы не поместим, но там было шла, да, ну, да, консервативно 50, вот, и сейчас у нас примерно такие же вот, там цифры на следующую встречу, которая будет 4 апреля в Авито, вот, то есть, люди, которые как-то, ну, работают с этим продуктом, они все-таки достаточно лояльны, сказать, что у нас Рэдис, я никогда не забуду это ощущение, когда я поехал выступать на Нойску Эльмэтерс в Кёльн, вот, и я выступал параллельно с Сальваторо. Параллельно ты имеешь в соседнем зале? Да, да, я выступал в соседнем зале, то есть, там было человек 600, а у тебя, у тебя? У меня было человек, может быть, 15, понимаешь, то есть, вот такая вот, просто реально никто про нас не знает, и в этом смысле, конечно, нужно заниматься там маркетингом и всем таким, ну, наверное, когда-то найдутся люди, которые захотят это делать, я все-таки разработчик, а не маркетолог, поэтому я этим, собственно, не очень занимаюсь. Ну, ну, что ж, можно только пожелать успехов вам, все-таки, признание какое-то, вот, наш скромный подкаст тоже, я думаю, внесет в эту лепту, пусть небольшую, но все же. Да. Друзья мои, ну, мы так уже довольно-таки полудотворно пообщались, вот, предлагаю как-то потихонечку закругляться, в конце хочется, наверное, что-то такое спросить, типа, что вы там пожелаете, вот, не знаю, там, разработчикам вообще какие-то, ну, такие, знаете, абстрактные соображения, как сделать мир лучше, вот, неожиданно. Леш, что скажешь? Ой, меня постоянно ставят в тупик такие вопросы. Вот, а я знал, я знал, а то ты все время подготовленный, все время знаешь, что сказать, а тут надо что-то, видишь, было неожиданно тебе задать. Давай так, это что-то, ты хочешь узнать про какие-нибудь мои мечты относительно того, куда должен двинуться некоторый абстрактный разработчик, или это должен быть как, ну, ну, достаточно занудно, сейчас объясню, смотри, вот, я очень хочу, чтобы все были счастливы люди, когда они счастливы на работе, не только потому, что они сделали классную вещь, но вообще просто у них складывается все хорошо в проекте, да, то это приносит определенные результаты в профессиональном развитии, и код хорошо пишется, и я бы вот хотел, чтобы все разработчики примерно себе представляли, что не только профессиональный их уровень, это, в общем-то, важно для них, как для, уж извините, значит, так, за прямоту боевой единицы, да, вот, еще очень важны такие качества, как умение разговаривать, вовремя там, спрашивать, или наоборот, объяснять, рассказывать, менторствовать, сигнализировать о проблемах, вот, такие вещи меня сейчас, как ужасного менеджера, интересуют больше, чем просто. Ну, это, кстати, такая боль, да, по-моему, всех, так или иначе, там, тем лидов, не знаю, проблемцев, каких-то менеджеров, что разработчики, вообще люди достаточно закрыты, но, видимо, это какая-то все-таки специфика есть, ну, то есть, вот, какой-то общительный человек, который там, не знаю, такая душа компании, и чтобы он там разработчик, ну, конечно, такое бывает, безусловно, но больше они какие-то замкнутые, вот эта проблема коммуникации, я тоже, вот, считаю, что это, наверное, самая такая большая проблема, вот, именно, в разработчике, то есть, можно быть крутым профессионалом, но если ты не можешь там не общаться, еще что-то, это всегда тяжко, хорошо, ну, и как, что же делать, как же развивать вот эти все, так сказать, переступить через себя, что называется? Это очень нехороший вопрос, наверное, каждый решает вообще для себя сам, но, мне кажется, здесь, как ни странно, должен сыграть роль рынок, то есть, мне кажется, что, как еще можно дать понять человеку, что некоторые вещи, либо неприемлемы, либо хотелось бы, чтобы были лучше, да, лишь объяснив ему, а мы очень многие вещи с своей стороны просто не объясняем, мы говорим, ладно, раз ты такой, так и ладно, мы тебя такого терпим, вот, поэтому здесь, мне кажется, должно быть какое-то обоюдное, ну, во-первых, нужно про это разговаривать, говорить о том, что непонятно, что неприятно, для дальних людей причиной является просто какая-то, вы знаете, такое есть, профессиональная гордость, да, что, если взаимодействие с продуктовым менеджером ведется, хоть чуть-чуть там на языке технологии, естественно, разработчик получает наши преимущества, насколько человек, который с ним разговаривает, не знает такого количества терминов, всего прочего, но мне кажется, просто должны быть какие-то правила игры, для этого должен быть просто зрелый рынок, какое-то время назад можно было совершенно спокойно устроиться на работу, вообще практически ничего не зная, много куда, вот, просто по знакомству, потому что многие компании, они создавались из друзей, прошло какое-то время, и уже друзья у всех закончились, создавались какие-то конкретные требования, а сейчас мы видим, что одним из требований является как раз вот та самая пресловутая, ну, я не хочу называть ее коммуникабельность, потому что это глупость, требовать коммуникабельность звучит как, знаете, действительно душа компании, нет, но, по крайней мере, не сидеть все время при том ртом, и молчать, ничего не говорить, даже в случае, если есть какие-то проблемы, обсуждать их, вот, это, мой польза заключается в том, что это появляется в описаниях вакансий, это вещь, на которую начинают смотреть люди, когда нанимают, это, на самом деле, хороший знак, я думаю, что люди начнут меняться сами, время таких совсем, вот, одиночек, гордецов, оно потихонечку, ну, они всегда будут, безусловно, талантливые ребята, они на то и талантливые, что на все остальное они могут забивать, но, тем не менее, потихонечку это все уходит, потихонечку создается, самим рынком создается такой набор, что ли, базис, хорошо-плохо, и мне кажется, что само себя оно выправит, а иначе никак, так, насадить это где-то сверху нельзя, но надо, чтобы было изнутри, да, что ж, согласен с тобой, Кость, ну, ты, наверное, тоже что-то добавишь, у меня вообще есть другая опера, ты знаешь, я технократический человек, я вот смотрю на нас, у тебя очень много именно JS-аудитории, JS-тем, в подкастах, и это действительно актуально очень, то, что ты говоришь, про использование, почему-то тарантовый использует JavaScript и так далее, вот, мне кажется, очень интересна именно тема, именно JavaScript-овая, которая позволяет внутри браузера уже иметь базу данных и прозрачно с ней работать, есть такие, допустим, фреймворки Meteor.js, который позволяет тебе фактически абстрагироваться от того, локальный у тебя кэш, то есть внутри браузера или удаленный, и мне кажется, тема очень интересная за этим будущее, то есть фактически у нас же какая история, мы сначала говорили там про MVC, про модель, про DOM-модель, про то, что сервер должен отдавать XML, клиенту, то есть 5-7 лет назад это было очень актуально, что HTML это XML, поэтому надо в общем-то обмениваться XML. Сейчас мы вообще приходим к тому, что у нас вебсокет, и что куча вещей делается в браузере, потому что нам нужна скорость, и мы приходим к тому, что браузер это такая среда для выполнения приложений, это просто такая виртуальная машина, то что Java в свое время Sun делал, в принципе, то есть изобрел вот это Sunray, было в 99-м году, в 2000-м, то есть фактически это сейчас приходит, и людям ничего кроме браузера не нужно. Ну, кстати, вот дополню, знаешь, твою мысль, что буквально недавно на одном из какой-то там встреч выступал Брэндон Эйк, это, собственно, создатель JavaScript, и он как раз-таки сказал, такую мысль озвучил, знаешь, что JavaScript сейчас это действительно некая вот виртуальная машина, и она, в принципе, JavaScript сделал то, чего не смогли сделать с JVM, то есть стать такой средой кроссплатформенной, кроссплатформенной, которая унифицировала все вот это дело. Вот тут возникает вопрос, вопросов много, первый вопрос, почему только JavaScript, да, второй вопрос, зачем нам вообще тогда, ну, сейчас есть HTTP 2.0, и это круто, есть WebSocket, и это круто, то есть получается, что у нас уходит вот этот такой REST, REST это тоже очень здорово, но REST перестает быть обязательным в взаимодействии, как клиент-серверная модель, такая, не клиент-серверная, а request-response модель, скорее, вот, и, в принципе, мне очень интересно, куда эта кривая выведет, и я желаю именно JavaScript разработчикам смотреть все это шире, и в конечном итоге, чтобы эта революция все-таки произошла, чтобы у нас появились и фреймворки, и средства, там, библиотеки для клиента, которые бы позволили более прозрачно работать с гендом, что мне интересно. Вторая вещь, ну, на самом деле, давай не будем вторую вещь выбирать за долгую в целях этого подкаста. В общем, интересно, куда выведет кривая разработки клиентских приложений и браузера. Это будет ближайшая революция ближайших лет, я думаю. Да, будем смотреть и следить. Ну что, друзья, спасибо, что пришли. Был такой необычный интересный выпуск на троих, так что, по-моему, получилось все клево, так что еще раз вам огромное спасибо и до новых встреч. Всем спасибо, пока-пока. Спасибо, пока. Спасибо, счастливо.